То, что касается заявления российских железных дорог, да, действительно такое имеет место. Я вам скажу, что по состоянию на сегодня у нас курсирует 24 поезда. По состоянию на сегодняшнее число международных поездов Украина-Россия курсирует 24 поезда. Из них с 14-12, это вводится новый график, я не знаю, у вас информация была, не помню, доводили, было принято решение на последнем совещании и все администрации железных дорог стран 1520, так называемого СНГ, приняли решение вводить график, в том числе и по СНГ на колеи 1520 совместно с международным графиком на колеи 1435, то есть стран Западной Европы в декабре месяце, то есть второе воскресенье декабря месяца будет ввод графика, то есть 14-го числа. Россия, кстати, в этом году уже ввела график, потому что они были более готовы к этому вопросу. Все администрации подтвердили ввод этого графика, то есть присоединились с декабря 2015 года. Так вот, Россия, с учетом того, что вводила график с 14-го декабря 2012 года, она уведомила, что в связи со снижением пассажиропотока она отменяет поезда. Но я вам должен сказать, из этих 24 поездов, которые я сегодня, скажем, 24 курсируют, формирование РЖД поездов на сегодняшний день осталось всего лишь 5. И из этих 5 поездов они отменяют 4. Ну, чтобы была конкретна информация, то есть вы знаете, двойка и единица, у нас курсировал один состав РЖД, один УЗ. То есть Россия свой состав, то есть курсирование через день поезд отменила. Курсировал через день поезд Москва-Одесса, 33-34. Они тоже его отменили. Альтернатива, ну я не буду, сразу называю, 23-24 ежедневно ходит Москва-Одесса поезд. Достаточно количество мест, то есть никаких проблем нет. То есть у нас на сегодняшний день был даже избыток поездов. То есть спрос превышал предложение в международном сообщении. Точно так же и по Киеву. То есть, я извиняюсь, предложение превышало спрос. Точно так и по Киеву. У нас сегодня курсирует единица, двойка ежедневно. Один состав наш, один российский. Шестерка через день курсирует. И курсирует через день поезд Киев-Чернигов-Москва. То есть после отмены у нас остается, ну будем говорить, двойка через день нашим составом. Шестерка через день нашим составом. И Киев-Чернигов через день тоже составом формирования УЗ. То есть размеры движения. Кроме этого еще пять поездов транзитных курсируют через Киев на Москву. То есть проблем с выездом нет. Просто, чтобы я зрозумела, Москва, РЖД свои склады скасовывает, натомість Украина не скасовывает. Мы можем уездить в Россию на украинский... Я же вам... Я сейчас перечислю все направления. Там, где они отменяют, я еще потом пройду, какие еще дополнительные... То есть не дополнительные, а какие еще существуют сообщения. Я вам назвал. С 24, губа 4 отменили. Осталось 20. Простите, а все поезда российская железная дорога отменяет? Свои? Нет, я же вам сейчас... Давайте, я же вам сказал 6 и перечисляю, какие отменили, что осталось. Мы сказали, Киев-Москва, понятно. Москва-Овеса... Просто, кстати, не через... Чтобы не зрозумели. Секунду. Хорошо. Они отменили еще, кроме этого, Москва-Будапешт, Москва-София и Москва-Кишинев остался единственный через день. Все. Так получается, они не с Киевом отменили, а через Киев поезда просто, которые... Но если транзитом, Москва-Будапешт, Москва-София, это транзитом. А если говорить Москва-Киев, это прямой. Если мы можем сказать, что вы знаете, еще ранее, до этого, даже до ввода графика, по спаду пассажиропотока, они отменили, допустим, такой поезд, как Одесса-Санкт-Петербург. Это было отменено. Львов-Москва, который был поезд, двухсотка ходил. То есть Львов-Санкт-Петербург, российский. И он снова графика не назначался, потому что действительно упал пассажиропоток, я вам уже говорил, более чем на 60%. То есть это за графиком, да? То, что вы не скасовали, все до этого были готовы и все про это знали. Это не раптовая заявка? Нет. Об этом разговор велся с конца лета. Вы знаете, что мы привели тоже размеры движения в соответствии с пассажиропотоком. Мы сделали трехгруппный поезд Днепропетровск-Криворог-Бердянск. То есть если раньше ходили самостоятельные поезда, это затраты на каждый поезд. А если у нас поезда ходили по 8 вагонов при населенности 60%, ну не мне говорить. Затраты остались те же, а доходы уменьшились. Поэтому мы сделали оптимизацию, то есть без ущерба для пассажиров мы оставили сообщение, но сделали трехгруппный поезд. Одним локомотивом он идет от Синельникова до границы с Россией. То есть расходы мы уменьшили, естественно оптимизировали затраты и по российской территории. У нас остались такие мы поезда сделали. И допустим как объединили мы Хмельницкий с Ажмеринкой объединили. Объединение сделали по южной дороге. У нас ходит тоже трехгруппный поезд. Это Суммы Харьков-Москва, туда еще группа добавляется Кременчужская и Полтавская. Мы объединение сделали такое же в направлении Крыма с южной дороги. То есть без ущерба, будем говорить, для исключения сообщений. Все сообщения остались. Естественно мы только оптимизировали расходы и привели подвижной состав к пассажиропотоку, который на сегодняшний день сложился. Поэтому считать, что на сегодняшний день заявление РЖД как-то серьезно повлияет на сообщения между Украиной и Россией. Ну я вам цифры назвал. 24 поезда было в этом сообщении. Извините, из этих 24, 4 только отменяются с 14 декабря. 20 остается. То есть на сегодняшний день и Киев, и Санкт-Петербург курсируют, и Львов, и Москва курсируют, и Ковель-Москва это украинский железный дорог формирование, которое осталось. И в Сити-20 поезд, это УЗ, да? Да. Сегодня из российских поездов на 14 число будет курсировать, остается в курсировании поезд Москва-Кишинек 65-66, который курсирует через Бендеры, то есть через Приднестровье.